добрый день дорогие друзья приветствую вас на эваке и сегодня мы продолжаем наш цикл передач по теме здоровый образ жизни под углом инновации и сегодня мы поговорим о формировании полезных хороших привычек мы уже прошлых выпусках говорили о том что на здоровье человека влияет несколько факторов это генетика это окружающая среда это медицина это образ жизни и по данным всемирной организации здравоохранения 50 процентов на 50 процентов наше здоровье зависит от образа жизни то есть от того что мы делаем каждый день и здесь как раз таки нельзя не перед недооценить именно формирование полезных хороших привычек все мы знаем что есть плохие привычки это курение алкоголь и так далее мы от них сегодня будем говорить мы поговорим сегодня о таком немножко необычном с точки зрения обсуждения наверное в вопросе это как именно сформировать именно полезные привычки именно те действия тот набор действий внутренних правил которого мы сможем следовать вновь и вновь день за днем чтобы улучшить свое здоровье и любая привычка состоит из нескольких этапов первый этап это этап идеи то есть когда человек думает вот неплохо мы что-то поделать допустим побегать или заняться спортом каждый день или так и так далее дальше идет его идея дальше желание то есть он говорит все я хочу я хочу буду бегать дальше чтобы та или иная идея то или иное действие закрепилась привычку необходимо его повторить повторить не один раз дальше уже идут повторяющиеся действия то есть человек бегает человек бегает и через какое-то время это действие становится его привычка то есть привычка это то тот момент когда человек уже не задумывается о том а нужно ли это делать а хорошо что ли это плохо, он просто идет и делает, потому что он так привык. Но самый главный, самый интересный вопрос, что же нужно сделать, чтобы привычка сформировалась? На этот счет, на самом деле, есть несколько научных мнений. Разные ученые доказывали те или иные свои теории. Давайте их рассмотрим. Первая теория гласит, что для формирования привычки нужно делать то или иное действие 21 день. То есть 21 день мы каждый день что-то делаем, после этого какое-то действие у нас уже откладывается, и мы его делаем непроизвольно. Второй ученый, второй теоретик заявляет, что нам на формирование нужно 40 дней. Он исходит из религиозных соображений, 40 дней, такое символическое число. Третий же, британские наши любимые ученые, заявляют, что для того, чтобы сформировать ту или иную привычку, необходимо 66 дней. Но здесь они заявляют то, что есть разного рода действия. Какие-то действия человеку даются легче. То есть, допустим, пить стакан воды каждое утро. Тут особо не нужно от человека каких-то трудозатрат. Он это может сделать, закрепить у себя довольно быстро, и ему не нужно на это 66 дней. Но есть какие-то другие вещи, которые людям даются довольно тяжело, требуют трудозатрат, иногда лень пересиливает и так далее. И на эти привычки требуется гораздо больше времени, как раз таки 66 дней. Но здесь есть один интересный момент. Даже если человек потратил 66 дней, привычка у него сформировалась, он делает что-то изо дня в день, то это же самое количество дней человеку необходимо на то, чтобы данную привычку потерять. То есть, если он бездействует, вот здесь я отметил, что когда уже есть привычка, есть бездействие, то есть человек не делает, перестает что-то делать изо дня в день, то привычка пропадает. То есть, закон срабатывает как в одну сторону, так и в другую. Если же говорить о технологической составляющей, то могу вам порекомендовать, опять же, использовать наш телефон, наш центр управления нашими мыслями, идеями, и использовать специализированные приложения для установления тех или иных привычек. Вот здесь я сделал некую подборку приложений, самых популярных и интересных, на мой взгляд, приложений. Я их все поставил, попробовал. Все довольно интересные приложения, которые позволяют нам установить какое-то действие, зафиксировать его, зафиксировать его выполнение, цель, и отслеживать, тем самым сформировать то или иное действие, записать нам во внутреннюю память, и дальше его выполнять изо дня в день. И напоследок хочу дать вам несколько простых советов, как все-таки сформировать полезную привычку. Первый совет — это не распыляйтесь, сфокусируйтесь на каком-то одном действии, выберите какую-то одну активность и идите к цели. Второй совет — это ставьте реальный и достижимый результат, потому что когда вы ставите недостижимый результат, то не выполняя его, вы демотивируетесь. Следующий совет — это введите дневник. Это может быть мобильное приложение, это может быть просто обычная тетрадь, лист бумаги и так далее. Но тогда вы сможете фиксировать свои достижения и тем самым смотреть на свой результат, на свой прогресс. И еще один такой лайфхак — это возьмите выходной хотя бы раз в день от всего, просто откажитесь. Это не помешает вам сформировать то или иное, записать то или иное действие себе в такие повторяющиеся, в привычные действия, но вы сможете прожидать своему организму отдохнуть и немного разгрузиться. На этом у меня все. Увидимся в следующих сериях. До новых встреч. Пока.